здравствуйте друзья у нас сегодня гости на канале которая все расскажет про себя и вообще про всех давайте как зовут рассказывайте меня зовут оля откуда воля оля из украины депропетровска да вы что ну как там вообще замечательно растет город процветает как давно вы оттуда восемь с половиной лет уже да вы что приехали это вообще школьница что ли было девятнадцать лет ой тебе было маленько а как вы сюда попали я сначала приехала по джей ванвизе это work and travel нет это а то есть я да есть такая разновидность то есть вы должны были компаньонкой быть как кому-то да я должна была жить в семье смотреться детками по вечерам ходить в колледж а еще и учиться надо да семья должна оплачивать чему учились можно было выбирать несколько предметов также английский так а где это было географически географически это была атланта джорджия как там вообще мне очень нравится потому что там климат более такой можно сказать влажный чаще дожди идут более зеленая не жарко примерно так же как и здесь ну больше влажность воздуха хорошо я так боюсь ошибиться но предположу что вы там приехали и видишь и замуж вышли не замуж я уже здесь в калифорнии да я поменяла семью приехала беркли тоже тоже апр а муж русскоговорящий а где вы его нашли мы познакомили девчонки внимание сан-франциско мы познакомились церкви я пошла посмотреть что же за церковь на гире находится есть там такая да причем не посоветовала американка говорит как это русская девушка и еще не было в русской церкви да я не сильно религиозная но ради интереса действительно когда мы приехали про эту церковь говоришь от филиал кгб да что там все вот так вот но я не знаю я как бы не служил поэтому точно не скажу но вот слухи такие были хорошо хорошо давайте дальше значит встретили мужа это как как давно было вот восемь лет назад получается встретили и что сразу любовь морковь выходи замуж там мы повстречались с ним конечно потом да любовь морковь я говорю мне нужно уезжать уже он говорит не уезжай так а он уже тут был гражданин нет у него была грин карта мы расписались и ждали пока он получит гражданство и потом долго ждали то долго то есть он не не сильно далеко был в процессе нет не сильно далеко то есть вы какое-то время жили фактически без права на работу абсолютно да а как давно получили право на работу в 2016 году так вы успели за это время завершить какое-то образование формальное бакалавра какой-нибудь получить в украине я успела закончить колледж днепропетровский машиностроительный колледж при днепропетровском государственном университете я сейчас пытаюсь спросить это средняя специальная это средняя специальная то есть еще раз вы техник по какой части я инженер механика mechanical engineering специальность mechanical engineering ну хорошо но вам не удалось по специальности поработать нет хорошо так семейное положение вашего деток нет пока есть ой а вот живут да 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 я видел я видел этом разбойника значит он у нас друзья ушел со шлемом красивым этой самый шахтер донецк рыжий такой да да вот мальчик влюбился в этот шлем все мы поняли что это прямо по назначению вот хорошие люди принесли еще хорошие забрали так и у сколько лет 4 до 5 7 с половиной друзья чужие дети так быстро растут американский второклассник прикольно прикольно так как где вы живете я живу в сон рамоне это не близко далеко я живу так а как вообще к нам попали знаете я к вам собиралась еще с момента как я только получила work authorization то есть два с половиной года назад я получила в конце дело в том что я work authorization получила в 2015 году а в 2016 году я уже получила грин карту так я вам собираюсь с момента work authorization 2015 года где же вы эти три года были я пришла на экзамен к вам так сдала его успешно успешно да сдала успешно и потом я почему-то подумала что мне очень сложно будет совмещать ребенка и поездки сюда так как в америке дети ходят на продленку с пяти лет то есть с киндергарен да а мой ребенок был еще на тот момент младше чем возраст киндергарен и мне будет сложно просить кого-то остаться с ним посидеть babysitter это будет очень накладно и также у него есть бабушка на бабушка плохо себя чувствовала в тот момент поэтому бабушка со стороны по да и я так поняла что это будет очень сложно куда-то ребенка расстраивать по так как он школу со школы приходил в три часа он у меня очень рано с трех лет он до трех проходил в школу и так как продленки нет в этом возрасте я думаю что сложно нужно будет подождать когда он уже начнет школу и понял то есть вы собирались и как бы мысленно настраивались хорошо а вы какую-то фразу такую произнесли грозно что я все расскажу как вот почему не хочу быть программистом там или муж программиста пихает или что нет я в этом году отработала контракт на позиции ю и девелопер то есть это юзер интерфейс а каким образом вы были готовы выполнять такую работу в прошлом году в прошлом году я сама начала готовиться решила что почему бы нет почему бы не в программисты да и готовились вы как муж научил нет сама что сама сказала я знаю как готовится до разработала план написала себе резюме подавала сходила на интервью в paypal провалила с треском интервью так пошел на интервью в компанию виза и интернешнл это вот виза кредит карта я здесь а что платят начинающему юай этому ну дело в том что я то не было начинающим понимаю ну сколько вот вам я была контрактор я работала через агентство мне платили 35 долларов в час и я представляю себе как зрители вот нас смотрят и что ж ты такие вот оказалась партнер компьютерского дело в том что сколько работ проработала три месяца это контракт был 3 месяца нет контракт был 6 месяцев но я ушла раньше потому что было очень сложно в чем сложность скажите сложность во первых вы знаете пробки бейли доехать тяжело да я вам сказала что я далеко живу ну относительно да да мне по пробкам два часа дало поехать а без пробки сорок минут без пробки не бывает так как рабочее время я работала ну я просто соображаю что отсюда сорок минут больше не надо да но утром и вечером один раз я пересекала сан-матео мост который ну сколько пять-семь минут я 48 минут его пересекала по пробкам однажды я опоздала забрать ребенка с продленки чтобы знали каждая просроченная минута это восемь долларов одна минута одна минута то есть подождите если вы просрочили час то это четыреста восемь долларов абсолютно реально некоторые пять берут некоторые восемь то есть специально все сделано чтобы не опаздывать да если забираешь после 6 30 штраф каждую минуту хорошо поэтому я понял то есть сложность была не в том чтобы работать по этой специальности а в том чтобы добраться до того места где работают да и к тому же так как я новичок позиция у меня была абсолютно для опытного специалиста не забыла брать работу домой со всеми добираниями пока я сделаю с ребенком уроки кушать приготовлю пока уложу спать уже поздно и я работу свою заканчивала то что мне нужно делать то что я не успевала в рабочее время я заканчивала в 3 часа ночи а потом все утро на работу а вот такой вопрос все-таки сан-рамон вы сказали да но там же есть что-то поближе там есть какой-нибудь плезон там есть волнат крик там в конце концов можно на общественном транспорте там не так сложно до сан-франциско доехать на электричке это один вопрос второй но может быть да а что сквей это будет но вот вы живете в сан-рамоне дальше вы начнете работать в киуэй и все те же вопросы будут ребенок по старому чуть старше но в общем то и в общем и в целом как вы по пробкам то будете буду стараться по крайней мере смотрите когда я девелопером работала мне приходилось раньше пить и уходить с работы чтобы успеть домой и за ребенком в школу потому что у меня ребенок даже в школе не совсем в стандартном он ходит он не ходит в Денвиле да еще экстра 15 минут от моего дома а сейчас чего допустим завтра вас берут на работу тестировать и вот где-нибудь я не знаю там в Mountain View через дорогу и как вы будете доезжать и вообще доезжать это одно дело но другой вопрос в том что я буду лучше справляться я считаю что мне не нужно будет до трех часов ночи сидеть с работой а вот ну это правда это я соглашусь а вот муж он как далеко от дома работает но мы уже развелись вот этого не говорили ну хорошо работал он тоже жил в Денвиле он работает трак драйвером поэтому мы его очень редко видим не программист нет ну хорошо а что вас держит специфически в Сан-Рамоне у вас там жилье приобретенное спасибо или еще что да меня держит очень хорошая школа в которую ходит мой ребенок в Денвиле да у меня ребенок на специальном образовании называется Special Education так его в три года диагностировали как задержки речевого развития так и дефицит внимания и гиперактивность поэтому он ходит на особенную программу ничего такого не могу сказать совершенно нормально у мальчика ну это очень сложно человеку который академически не преподав... ну не учитель детей и не знает детскую программу которую нужно в школе выполнять это очень сложно сказать базовый язык конечно есть но то что дети во втором классе уже должны делать по требованиям мой ребенок немножко отстает ну я просто в том смысле что вот так вот в живом общении совершенно нормальный мальчишка хороший да так сложно сказать с первого класса хорошо то есть но академически да другое дело что конечно вы можете может быть не сразу там не с первого дня но немножко если опыта поднаберетесь вы можете быть более переборчивы и искать работу уже где-нибудь возле дома или так чтобы допустим там два дня в офисе три дня дома то есть такое тоже есть но это с опытом приходит да абсолютно я просто переживаю вот за эту вашу историю с дебелопментом что как то вы могли бы летать так сказать на большей высоте да ну может вы еще и подлетите там на автоматическое тестирование для начала да хорошо так вы там кодировали на каком языке писали да ванилла джава скрипт чистый джава скрипт и фреймворк реактора ну что же ну хорошо ладно давайте про Америку теперь давайте вот скажите людям можно ли так вот как тут вообще жить то такая дороговизна пробки что тут еще бывает козлы со всех сторон government убывал бы там ну вот как мы живем вообще ну не тянет ведь обратно вы знаете когда я езжу обратно очень тянет не понял когда езжу в гости домой приезжаете или до того как приехали приезжаю когда хочется остаться не хочется обратно в эти пробки в эти проблемы так как очень конечно хочется написать написать жалобу вот government как вы говорите по поводу дорог и по поводу пробок общественный транспорт абсолютно не развит не развит мне с Сан-Рамона добраться в Силиконовую долину на общественном транспорте просто невозможно я начинаю думать я правда никогда не пользовался общественным транспортом тут есть какие-то автобусы ходят скоростные есть какие-то электрички я не знаю но да да вот East Bay ничего не ходит East Bay то есть это Concorde Walnut Creek Денвилл подойте но там есть Барт который идет в Сан-Франциско да до Сан-Франциско проблем нет добраться Барт это метро да вот там где вы живете в Сан-Рамоне если бы у вас работа была бы в Сан-Франциско вы бы проще добирались? да абсолютно ой так что же мы обсуждаем так у вас все нормально работаете в Сан-Франциско конечно там полно работы да так как метро ездят без пробок за час до Сан-Франциско без проблем добраться кроме того там вся работа в даунтауне примерно там же куда метро приходит нормально хорошо это можно это можно просто вам немножко такие проблемы роста профессионального ну да ну хорошо то есть вам нравится а вы бывали в других местах в Америке где-нибудь вот ну кроме Джорджия в Филадельфии в Пенсильвании как там вот если сравнить с нами вот если бы была возможность там жить вы бы хотели там жить? вы знаете мне понравилось то что там 4 сезона так то есть там когда идет дождь и листья падают осень просто чудесная такая же осень как вот у нас на родине в России в Украине в Большом Советском Совете хорошо ну у вас там тёпленька вот я в Москве жил с Днепропетровским не сравнить 4 сезона у них там у них 4 сезона ну вот снег уже идет так что мне понравилось архитектура старинная Калифорния ведь сравнительно недавно начала отстраиваться молодая конечно даже Нью-Йорк Бостон там много такого чувствуешь время чувствуешь время чувствуешь большой город у нас чувствуешь большую деревню да это есть так же растительность мне очень понравилась там леса здесь у нас нет а вы наш канал смотрите? некоторые видео ваши смотрят а что например вам интересно смотреть? девушка живет 8 лет в Америке вот что ей интересно бывает? на какую тему? ваш канал? или вообще что мне интересно смотреть? нет нет на нашем канале что для вас интересно? если честно мне больше нравятся образовательные ваши видео а там где вот на школьном канале? да а жизни так вот нет не смотрела к сожалению надо будет что-нибудь для молодых девчонок делать там о любви и дружбе да как то что то какие то давайте так вот девчонкам друзья я первый раз можно сказать беседую на все эти темы я не знаю что человек ответит но вот это демографически известно что здесь мальчиков существенно больше чем девочек абсолютно можно ли сказать что здесь девчонкам как бы раздолье или это какие то не те мальчики или что нибудь с ними не то я не знаю замечательные мальчики программисты образованные симпатичные не нахальничают очень хорошо воспитанные так умные замечательные мальчишки это вы про наших русскоязычных говорите или вообще в целом про русскоязычных да да и в целом неплохо контингент нет такого чтобы там допустим не помогать супруге или там скажем не платить за девушку там где задумывалась задумывалась да я не знаю в каждой семье по-своему а говорят что вот допустим когда люди там встречаются просто да то как бы каждый за себя платит возможно у не русских так у американцев да но честно я вам скажу я никогда в жизни не ходила на свидания с американцем расскажите почему я не знаю почему то дружбу можно завязать а вот как то отношения никогда не получается ну на самом деле это понятно на самом деле потому что есть определенный слой как бы когда ты из одной культуры там и так далее конечно конечно это все очень понятно но просто есть девочки многие я слышу они вот говорят ой я там с русскими никогда встречаться больше не буду я вот теперь только с американцами они такие заботливые так вот берут на себя там бытовые хлопоты и так далее и они не подразумеваются что жена или там девочка на себя берет вот целую кучу без того чтобы ей помогли да я тоже слышала такое мнение но опять же мы начали с того чтобы пойти на свидание и уже семейная жизнь то есть встречаться это одно а уже семейная жизнь это другое вот мудрость девочки кто еще не семейные это разные вещи и опять же никогда же не знаешь на моменте встречания когда ты идешь в ресторан спать ты же не знаешь какой он будет муж да не путай туризм с эмиграцией абсолютно конечно возможно когда вы встречаетесь он замечательный заботливый а когда вы уже в браке он оказывается ленивый любит с пивком полежать возле телевизора кошмар и больше в ресторан он ходить не хочет да пойдем девушку свести в ресторан хорошо так а я не знаю насколько это удобно спросить но вот пока вы там ну вот уже вроде сами по себе остались там без мужа там ребенок там где-то вы живете там и так далее но вы же должны как-то не знаю на жизнь зарабатывать ну вот на что-то же вы должны жить как-то же это же должно как-то забраться вот я тут только закончила работать у меня была нормальная зарплата я вот после контракта сразу к вам пока так сказать есть бережения я бы к вам а вот квартиру которую вы снимаете да чтобы уходить в эту школу это съемная квартира или вы ее когда-то успели приобрести там это квартира скажем так съемная сколько стоит это что 1-бедром 2-бедром что у вас да это 2-бедром съемная квартира стоит 2 600-2 500 в нашем районе ну я скажу тут она бы на 1000 дороже стоила так на самом деле и на полторы могло стоить дороже да тысяч 4 бы не меньше да то есть понятно из-за чего вы стоите в трафике то есть вы экономя полторы тысячи полторы тысячи вы экономите наличкой да чтобы эти полторы тысячи заплатить надо может быть там 2 200 заработать конечно а после налога поставится полторы чтобы 2 200 заработать и умножить на 12 месяцев да так мы уже имеем тридцатник да это как бы год 30 тысяч в год ну за это приходится вот отстаивать ну да могла бы заработать больше и скопить больше возможно бы переехала поближе знал бы прикуп жил бы в сочи абсолютно хорошо сколько вы уже нас учитесь то начало 27 ноября недолго ну можно сказать что две недели сегодня да так за две недели было что-нибудь сложное для понимания а то я вот там смотрю ребята в кафетерии там сложно я думаю что сложно вроде у нас уже проще не бывает для меня нет абсолютно ничего пока что я все знаю все понимаю так особенно html css я могли бы и преподавать уж так между делами а я преподавала я делала вебинары по html css так что правда да ну если хотите я не знаю так для если плечо раззудиться вот я вас могу к нам в онлайн класс запустить хотите там онлайнчиком что-нибудь рассказать абсолютно я не имею с этим проблем если хотите я вам могу прислать видео моих вебинаров когда я уже преподавала рассказывала присылайте мы пасмом они они где висят они у меня в компьютере висят а что же не на ютюбе где-нибудь не знаю почему то я добро пропадает да друзья там где пропадает добро там торжествует зло да так надо записать и лучше бы все знали html и css хотя наверное много видео есть я делала эти видео у нас была группа девушек которые готовятся к интервью и мы друг другу делали такие небольшие вебинары мы делали презентации и по ним вебинары а где вы нашли всех этих девушек я записалась в рекрутерское агентство которое помогает искать работу эти девушки тоже искали работу в рекрутерском агентстве ну а даже какой то интересно ну хорошо а вот с точки зрения давайте мы вот что сделаем вы знаете про лотерею грин-карт да может быть у вас знакомые какие-нибудь есть а вот этот Шамаич да ну он не грин-карт нет а как он сюда попал политическую версию а я не знаю ну неважно вот вы видели там Шамаич там как там этот мем был ну он вот у нас был на канале студент он там врезался в другую машину там на спортивную не переключил там что то такое вот Роман его зовут да вот ну неважно есть разные ребята вы знаете сейчас вот подавали на люди заявки кто-то из них выиграет понимаете вот эти у меня видите у меня стоят вот у меня пачка здоровенная друзья это пачка пухнет от интервью к интервью пачка пухнет вы видите что творится вот это номера социального страхования маленькие вот эти с красненькой полосочкой это грин карты я теперь еще вторую завел у меня теперь еще одна есть знаете уже в одну коробочку не вмещается и как лучше подготовиться людям вот они планируют вот у них осталось может быть я не знаю допустим через год они приедут как подготовиться лучше всего чего люди должны знать о том как в Америке жизнь устроена чего они может быть не очень знают и не понимают в иллюзиях там блогеров смотрят которые сами ничего не знают вот я думаю прежде всего конечно же язык максимально выучить и вождение а вождение проблема конечно многие приезжают и не могут водить или же просто не имея такого опыта вождения то есть вы хотите сказать не просто права получить а именно потренируйтесь в вождении абсолютно ну здесь вождение с инструктором стоит наверное долларов 35-40 да 80 да вы что с американцем с русским 80 я помню время когда за 35 долларов ну так машина должна быть с двойным управлением оборудована брали там 35-40 долларов брали сейчас 80 так как я маму в прошлом году учила водить я боялась учить ее водить когда она приезжала она ко мне приезжает по гостевой визе так когда работа учеба помогает ребенку по полгода и у нее нет проблем с визой нет у нее десятилетняя виза мультивиза шикарно гостевая шикарно украинцам дают на 10 лет на 10 лет сразу то есть это очень чтобы мне приходилось лишний раз оставаться да так уже съездил так подождите мама вы когда получили грин карту вы сказали в 2016 году два года прошло да то есть вы через три года уже можете подавать на гражданство ну так как я с мужем разошлась уже то не через три года а через пять лет так грин карта же есть уже грин карта есть а через пять лет ну мама мама говорит вот получи гражданство я к тебе там насовсем приеду думаю что не совсем насовсем так как у меня отец живет в Украине мы вместе разведены вместе пусть приедут да я конечно хотела чтобы они вместе приехали но мне надо иметь хорошую работу чтобы это правда это правда нет ну а что вам в вашем возрасте вам плохую работу иметь можно только временно так надо конечно двигаться вперед да так вот язык я понял вождение кто не умеет водить хорошо это интересно дальше я просто про язык все время слышу а про вождение обычно никто так не жалуется поскольку вопрос относительно маленький такой ну так вроде там как-то пошли как-то сдали все все водят ну не совсем маленький так как здесь хайвей на которых очень большая скорость ой психологически тяжело ой тяжело выехать на этот хайвей ё-моё первый раз особенно кажется сейчас все тебя только собьют но с другой стороны на хайвей ехать проще чем по улице встал себе эту полосу и чешешь и чешешь никто тебя в ней не трогает так вот а здесь в основном люди бьются не на хайвейх бьются вот тут вокруг дома там хорошо значит английский вождение еще что-нибудь наверное нужно какие-то еще базовые законы знать а как знать законы ну посмотреть что можно здесь что нельзя вот например курение так ведь многие привыкли курить выше выше а здесь можно получить штраф а на здании написано ближе десяти футов до двадцати футов шесть метров не подходить а он даже не может и не смотреть на эти знаки другом заговорился он вышел у меня и видео на эту тему есть но и помимо видео я то вообще считаю что это удачный такой повод бросить курить да потому что здесь курение дорого стоит не в смысле того что пачку сигарет купил за десятку или сколько они стоят я не знаю шесть долларов восемь но в том смысле что у тебя страховки дороже и кроме того статистически известно что ты будешь жить меньше да и я думаю что когда мы смотрим на данные по продолжительности жизни допустим в США и в Украине или Российской Федерации и мы видим что мужчины в США живут там подольше существенно не знаю десять лет не знаю точно можно всегда пойти посмотреть я думаю что значительная часть этого это курение то есть не только не только но употребление алкоголя в каких-то количествах хотя говорят что американцы много употребляют я не вижу у нас тут как-то не видать но курение конечно конечно это сказывается снижает продолжительность жизни и качество жизни я думаю что это повод просто бросить если вам повод нужен эмиграция это хороший повод бросайте заранее так также базовые законы давайте пройдемся по примерам о штрафах на дорогах вот проехал он стоп-сигнал думает он привык что там дома быстро там откупился 3 копейки кинул милиционеру и поехал дальше здесь стоп-сигнал будет стоить где-то больше 500 долларов попытка откупиться от полицейского будет стоить намного дороже чем штраф за проезд на красный свет или на стоп хотя это все очень дорогостоящие нарушения превышение скорости это понятно а вот например там то что называется ювенальной юстиции когда там ребенка могут забрать да абсолютно также здесь нельзя вернемся к курению нельзя курить например в машине когда у вас ребенок находится все правда да нельзя это нельзя курить даже рядом с ребенком если вот вы на руках держите ребенка и курите или же он сидит в машине вы курите это запрещено нарушение хорошо а вот с точки зрения вот там нашлепать нашлепать да если на публике шлепать нельзя дома можно придет в школу и сказать меня нашлепали будет разбирательство конечно примеры перед глазами вот кого-то вы лично знаете кто пострадал по этой части как родитель когда нашлепали ребенка что-то такое сделали что вот заканчивал серьезными разборками или допустим там вообще решили родительских прав или там ребенка куда-то забрали и несколько недель не возвращали что-то такое нет среди моих знакомых нет таких историй ну я думаю в медиа по телевизору по интернету можно просто прочесть такие инциденты я просто к тому что это крайне редко я даже не знаю и возможно они делают это как показательную порку так сказать может у кого-то одного забрать показать по телевизору чтобы другие просто не делали ну хорошо давайте теперь про ситуацию как с друзьями тут вообще вы знаете так здесь с друзьями сложно а что они вот например у меня все мамочки так подруги они все время заняты они все время в семьях они очень привязаны к своему мужу большинство из них так как большинство из них очень держится вот за мужей так как мужчины здесь имеют доход и содержат семью а сами они чего ну дети маленькие ведь здесь же проблема что нету государственных детских садиков и мама до 5 лет должна сидеть с ребенком или же платить полторы тысячи за детский сад да то есть можно сказать мужчины которые хорошо зарабатывают они как бы пользуются особым уважением а нет такого что норовят увезти мужика хорошего ну я думаю что это редкое явление да полною входит свободных тоже свободных много да зачем зачем уводить если опять же это же Америка уведешь а алименты потом здесь да совершенно не тот экономический эффект да вы то уведете вы видите мужчину с большим доходом вы его уводите он алименты отдает половину своего заработка и у вас уже мужчина с низким доходом да некачественный да хорошо ладно ну а что вот есть что-нибудь такое в Америке что если бы вам дали какую-то палочку волшебную вы бы поменяли ну вот кроме государственных детских садиков да государственные детские садики и вообще продленки конечно я бы сделала бесплатными также я бы решила проблему общественного транспорта так как людям эта проблема добираться на работу ну в больших городах есть вот там где-нибудь и в Сан-Франциско и в Нью-Йорке там прекрасный общественный транспорт и в общем с деревень, с пригородов можно было добираться без проблем с семейным людям которые живут за ведь здесь с ребенком в Сан-Франциско жить не самое лучшее решение так как много бездомных да да ну не самое лучшее не самое лучшее да мало детских площадок школы плохие в самом городе да хорошие школы это за городом это вот да ну то есть вопросы такого транспорта это серьезные вопросы да хорошо а на вас как-то влияет может быть политическая жизнь вот вы допустим там с мамками мамки обсуждают там выборы какие-нибудь нет я не обсуждаю вы знаете у меня даже телевизора нет с меня все смеются так но у меня нет телевизора потому что я посчитала что он мне не нужен так а что телевизор когда все есть на интернете да то есть тот же телевизор там если что-то надо все есть ну я политикой стараюсь не интересоваться потому что столько много других хороших тем познавательных тем политика ведь это не познавательно наоборот это способ поссориться с людьми поссориться я абсолютно это способ поссориться с людьми а я с людьми ссориться не хочу потому что я человек не конфликтный, я конфликта не люблю. Хорошо. Ну что же, так, может быть, какое-то напутствие нашим зрителям? Конечно, приезжайте, разберётесь, обживётесь, выучитесь, найдёте работу, всё будет хорошо. Главное, иметь позитивный настрой и хотеть здесь жить, и быть готовым интегрироваться в среду. Хорошо, тогда, может быть, такой вопрос ещё в догонку. С точки зрения не только времени в дороге, но, в частности, цен на жильё, у вас нет такой мысли, что я тут поживу, поработаю, немножко опыта наберусь и махну куда-нибудь ещё, вот где подешевле, где можно пойти, купить дом, там, новый, просторный, там, и работа рядом, и всё есть, и так далее. Да, есть такие мысли. А куда бы вы поехали, если так? Я бы попробовала, может быть, во Флориду, Северную Каролину, может быть, Техас. Я бы попутешествовала. Тёплые места. Да, тёплые места, я не люблю холод. Да, цены здесь, конечно, неадекватные. Здравому смыслу вообще не поддаются. Да, а вот там, где вы работали, UI-девелопер, значит, там ребята, они как вот в этом плане, все рентуют? Или там есть такие богатые какие-нибудь программисты? В основном из них семейные люди, и я как-то у них не спрашивала, если честно. Все были мужчины в нашей команде, одна я женщина, они как-то... Но они не приставали? Нет, нет, они все семейные, все очень взрослые. То есть никакого внимания нет с них? Нет, слава богу, в Америке здесь нет такого, что на работе к тебе будут приставать, или какие-то взгляды на тебя неоднозначные кидать, или фразы. А вот по Днепропетровску идешь, там как? Вот вы приехали в Днепр, да, сейчас называется? В Днепр приехали и идете так, по главной площади там с оркестром. Ну, есть какое-то внимание? Ну, вы знаете, что у нас женщины-то красавицы, и мужчины уже привыкли к красоте, что очень одеваются ярко и красиво. А сами-то они подтягиваются, или ходят черти в чем? Кто как. Ну, в массе мужчины очень расслабленные. Так, избаловали вы? Избалованные до красотой. Так, ну, и чего? Ну, не пристает? Нет, не приставали, слова Богу. Ну, знакомиться, конечно, подходили, но... Прилично. Прилично, да. Все в рамках приличия. А вы ему сразу по-английски. Там подходит девушка, а вы по-английски. Да, можно попробовать шокировать мужчину. Ну, хорошо. Ладно, давайте мы тогда вас отпустим, но только на время. Потому что, значит, мы в ответе за тех, кого приручаем, а мы уже, значит, приручили какое-то количество зрителей. А если кто-то познакомиться хочет, можно познакомиться? Вы открыты к знакомству? Нет, у меня есть парень. Вы что? Откуда же? Девелопер. Девелопер? Конечно. Я понял, вы говорили про девелопер. Я думал, что это вот тот же самый, что вы когда-то познакомились. Я понял. Все, значит, тот трак вводит, а этот девелопер. Все схвачено. Все схвачено. Ну, конечно, что-нибудь. Действительно. Так вот, значит, все, друзья, не знакомимся. Но вы все равно на комментарии отвечайте. И мы будем за мамой посматривать на предмет, как дальше пойдет. Хотя я думаю, что должно быть все совершенно замечательно. Но вы подкапливаете впечатление, записываете там себе где-нибудь в электронном формате. Мы потом будем так садиться и рассказывать. Хорошо. И еще в группе. У вас большая группа. Там полно девчонок симпатичных. Да. Вы знаете, у меня друзья. Да. И у моего парня Девелоперы. Да. Очень много одиноких парней. Они уже интересовались у меня. Что там? Есть ли новопримувшие красавицы? Ну, есть. Ну, у нас нет такого возраста. Правда, у нас, правда, вот как смотришь там… Мальчишки. У вас много мальчиков, да. Но как смотришь там, что-то такое, раз замужем. Да. Да. Поэтому пишите Михаилу «Девушки красавицы» до 10 лет. Я о другом. Вы это самое… Там распространите слух. Пусть они приходят, тоже расскажут. Хорошо. Да. Значит, без всяких шуток и преувеличений. Я могу сказать, что есть совершенно четкая корреляция. Если вы знаете это слово, кто не знает, друзья, у нас сейчас все на Ютубе, там на Гугле, там все могут поискать. Значит, есть совершенно четкая корреляция между тем, насколько человек легко идет, вот, скажем, на то, чтобы сниматься где-нибудь на видео, там, на публике быть и так далее, и тем, как он работу находит. На самом деле, это довольно очевидная и простая связь. Если он жмется, если он такой, секой, скованный и так далее, ему сложнее проходить интервью, конечно, и так далее. Но, в общем, вот так. Не то, что он пришел, я ему там, знаете, подкину десятку менять там, нет, вот, я так не умею, но как черта характера, вот эта открытость, тогда это очень неплохо. Потом берешь на себя обязательства, вот сколько народу вас знает, все вас увидели, правильно? И потом, вы еще долго будут спрашивать, а вот там была девушка вот из Днепра, с бойфрендом программистом, так? Вот, скажет, как она? Вот, поэтому, а вы уже должны ответ держать. Хорошо? Можно я кое-что замечу? Заметьте. Да, вот вы сейчас сказали, что многие люди жмутся, стесняются. Да. для этого есть в колледжах, в комьюнити колледже можно взять спич-класс, это паблик спикинг. Я брала это. Реально помогает? У меня английский хороший, и в принципе, мне не нужно было, я взяла ради интереса. Но со мной ходили в группу люди, которые вот боятся на интервью говорить, очень загнуты, скованы. И этот... Вы видели прогресс. Да, я видела прогресс в начале семестра и в конце семестра, как они уже выступали. То есть у меня с этим проблем нет, но люди, которые имеют проблемы, им очень помог, очень помог этот курс в колледже. Как интересно. Да. Ну что же, хорошо, хорошо. Я вижу часто людей, у которых какие-то прорывы происходят. В частности, вот моя жена, например, которая никогда бы в жизни не вышла так на публику что-то рассказывать, а сейчас у нас стримы ведёт. И эти стримы она стала вести тогда, когда она поверила, что может потерять вес, похудеть. Когда она стала терять вес, она сказала, ну если я это могу, так я, наверное, и ещё что-то могу. То есть она верила, что она этого не может, этого не может, этого не может. Когда ты начинаешь отбрасывать эту всю шелуху, ты и это можешь, и это можешь, и это можешь. То есть как только ты в себя поверил. То есть вот какое-то преодоление, оно позволяет тебе больше преодолевать, потому что начинаешь верить в свою способность преодолевать. Толчок даёт. Толчок даёт, да, совершенно. Друзья, я невольно и с сожалению расстаюсь с нашей гостьей, но я знаю, что мы ещё встретимся. Обязательно. Давай. Счастливо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok